Доброго времени, дорогие любители домашних экзотических растений! Вас приветствует студия Терра Хейлинг и я, Елена Сухорокова. Традиционно зимние месяцы со своим великолепием буйства стихии олицетворяет собой сакральный символ судьбоносных решений и проявления необузданных страстей. И пока снежные вьюги напевают загадочные мотивы северных шаманов, в наших домашних оранжереях по-прежнему процветают прекрасные гости тропических и субтропических зон. А поводом к нашей сегодняшней встрече послужил хороший рост и образование фертильной ваи плацетериума бифуркатума. Помните, мы вместе пересадили его на блок более полутора лет назад. Наш экземпляр постоянно развивался. Разращивая новые стерильные ваи, менялся и внешний вид растения. За полтора года роскошный папоротник сменил 4 поколения стерильных рожек. И вот в самом начале зимы появилась крошечная точка образования долгожданной фертильной ваи. Следует отметить ее медленный рост. Она словно обхватывает чашу подложки из мха, накрывая собой как уже сформированные ваи, так и выпуская из самой сердцевины новые, бархатные, светло-салатовые рожки. Позволю себе поделиться наблюдениями по уходу. Мой папоротник с самого момента пересадки на блок расположился по центру северо-восточной стены комнаты с северным окном. Поскольку папоротник лишен естественного освещения, дважды в сутки, утром и вечером, растение досвечивается 15-ватовой фитолампой, специально предназначенной для растений, размещенных в глубине помещений. С момента пересадки подложка из мха образовала плотную чашу и дала усадку. Сейчас она самостоятельно закрепилась на блоке и удерживается благодаря корневой системе самого растения. Весной я планирую заполнить свободное пространство между плетением лески свежим мхом, чтобы защитить корневую систему от пересыхания. В комнате постоянная температура 25 градусов и низкая влажность. В этих условиях полив осуществляется раз в два дня. Весь блок отправляется в ванную и аккуратно, чтобы не намочить ваи, проливается водой обратного осмоса комнатной температуры. Чередует два полива водой, полив органическим коктейлем и раз в месяц полив с добавлением минеральных удобрений. По моим наблюдениям, органику папоротник обожает. Будьте осторожны с опрыскиванием, а по возможности исключите вовсе. Вместо этого почаще используйте увлажнитель воздуха, разместив его непосредственно под растением или рядом с ним. Внимание и забота – это всё, что требуется вашему красавцу. А мы желаем здоровья вам и вашим домашним любимцам. Подписывайтесь на канал Терра Хеллинг и ставьте лайк.